Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, Утренний Экспресс на ваших экранах. И я думаю, сейчас будет очень любопытно, особенно всем автомобилистам. Правда, Кирилл? Это 100%. Каждый, наверное, автомобилист, если не охотится, то желает получить красивый номер. Но на самом деле здесь другой вопрос. Исторически вообще, когда пришла необходимость все-таки обозначать автомобили какими-то номерами, зачем это делается, об этом лучше всего поговорить со специалистом. Хорошо, что у нас сегодня замечательный гость. Мы приветствуем вице-президента клуба «Авторетро» Екатеринбург Михаила Ускова. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, первый вопрос, собственно говоря, уже озвучен. Я думаю, что это действительно любопытно. Когда появилась необходимость отмечать транспортное средство каким-то номером? Отмечать транспортное средство номерами на самом деле начали еще в середине 19 века. Это были не автомобили, это были извозчики, ходовые пары и прочая гужевая, так называемый гужевой транспорт. Я могу вам показать номерочек. Так, давайте мы покажем всем телезрителям. 1883 год. Откуда этот номерочек? Ну, трудно сейчас сказать. То есть достался он уже без повозки и без лошадей. Хотя был бы интересный факт. Был бы неплохой, да, антиговорят. Но хотел бы еще отметить, что изначально номера на конные экипажи присваивались не для учета, как сейчас, а это было требование налоговой. То есть извозчик, чтобы работать, он получал у налоговых органов такой жетончик. И изначально они даже крепились не на повозку, а на одежду. Ничего себе, ну, интересно, что не на лошадей. А я вот подумал, если бы на лошадей и потом лошади, допустим, погибают, состариваются, что делать в таком случае? Ну, номер выдавался навсегда, как сейчас это делается? Нет. Мы платим налоги раз в год. И раньше тоже было совершенно так же. Каждый год весной извозчики приходили за новыми номерами и получали на следующий год. Ну, на настоящий год, на текущий. Вы, может быть, слышали, что номера раньше были разного цвета, разных форм. Это тоже было обусловлено, чтобы извозчик, получивший, например, в 1883 году номерочек, не мог работать с ним в следующем году. А, вот оно как. Понятно. Да, постовой стоял на своем месте и смотрел, едет экипаж с черным жетончиком. Но это прошлогодний. А, например, в 1884-м выдавались уже зеленые. То есть каждый год менялся цвет. Здорово. Ну, мы видим, что вы не с пустыми руками пришли. Вот здесь мы видим номер «Велосипед» 59-й год. Нет? 59-й год, город Серов. Да, город Серов. Ну, это велосипедный номер? Да. А сколько вообще в вашей коллекции номеров различных? Прикидывали? Мы вчера пытались с коллегами, да, какую-то статистику выявить, но сошлись на цифре примерно 3,5 тысячи штук. Ух ты! 3,5 тысячи. Вот, я так понимаю, это тоже один из редких экземпляров или нет, судя по циферкам? 3,0. Ну, он уникален своей формой. Это реальный номер, настоящий. Да, номера в виде медведей выдаются в Канаде на северо-западных территориях. На гужевые повозки, куда запрягают белых медведей? Нет, на весь транспорт. И такой интересный, милый момент, что на автомобиле выдаются большие медведи, а на мотоциклы и снегоходы маленькие медвежата. Ой, какая прелесть! У вас есть маленький медвежонок тоже? Нет, пока еще. Пока нет? Пока нет. Так, значит, можно объявлять поиски, если вдруг у кого-то найдется такой номерочек. Но, насколько нам известно, не во всех странах приняты именно цифры и буквы в номерах. Правда ли это? Ну, как правило, цифры и буквы практически всегда присутствуют. Но вот могу сказать точно, что, например, некоторые штаты очень любят изображение медведей. И там насчитывается порядка 11 разновидностей. Медведи там спереди, сзади, посередине. Там гризли, бурые, белые, ну, белые вот опять же. Есть ли регионы, где вот захотелось тебе поставить дату своего рождения, и ты ставишь ее, не ищешь, не покупаешь номер, а просто либо там свое имя, имя своей девушки, которой ты, допустим, подарил автомобиль? Ну, во многих странах принято, да. Можно, да, так делать? За отдельную плату. Какой самый ценный экземпляр в вашей коллекции? Они все уникальны по-своему, это же неповторяющиеся вещи. Да. Ну, может быть, любимый есть, который дорог сердцу почему-то особенно? Ну, сердцу особенно дороги какие-то редкости, старости. Ну, например, вот этот, он интересен тем, что это 1928 год, штат Иллинойс. Мы видим просто саму табличку, к которой прицеплена еще медалька. То есть это обычный номер. Официальный, да? Официальный, да. И к нему присоединена медалька, которая свидетельствует, что автомобиль был такси. Вот Вехтакс, автомобиль такси, Чикаго, это номер сотрудника, как бы лицензия его. Пассажирский автомобиль, 35 лошадиных сил или менее. Потрясающе. Да ты еще пахнет маслом тех годов. Где-то можно познакомиться со всей вашей коллекцией. Да, наша коллекция располагается у нас в музее. Музей ретроавтомобилей ЕТС. Можно, в принципе, практически всегда прийти посмотреть. Какие-то события готовятся в ближайшее время? Да, сезон начался. Буквально на прошлой неделе мы открыли сезон. У нас был праздник «Жигулей». Ретро-пробег с «Ладой по жизни». Приурочен к дате выпуска первой модели «Жигулей». Из ближайшего – это первомайское ретро-ралли. Ретро-ралли – это не про скорость, это про точность. Машинки едут и за определенное время должны проходить определенные участки в городе, в пригороде. 9 мая – традиционная выставка. И в этом году мы… То есть мощности клуба хватает на две площадки. Мы пытаемся организовать выставку автомобилей до 1945 года на УПИ и после 1945 года на Пушкино. Замечательно. Ждем с нетерпением. Я думаю, что всем всегда любопытно посмотреть на эти прекрасные автомобили. Я напомню, у нас в гостях был вице-президент клуба «Авторетро Екатеринбург» Михаил Лосков.